Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, с вами портал экзегет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского государственного педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Мы продолжаем чтение книги Руфи. Сегодня перед нами вторая глава. После мрачной первой, закончившейся возвращением нищей престарелой Наимине со своей чужеземной невесткой Вифлеем, здесь начинает разгораться свет милости Господней. Ситуация начинает меняться. У Наимине был родственник по мужу ее, человек весьма знатный, из племени Элемелехова. Имя ему Ваос. Здесь автор в начале главы вводит новое действующее лицо, родственника Элемелеха, Ваоза. Как мы увидим из следующих глав, в городе есть и более близкий родственник усопшего мужа Наимине. Ваоз или Боаз. Имя, не встречающееся более в Библии, как имя собственное. Однако от внимательного читателя не укроется параллель с названием одной из колонн Иерусалимского храма, который именуется также Боаз, то есть Сила, Мощь. Разительная параллель с именами сыновей Наимине, болезненным и нежильцом. На особый статус Ваоза указывает не только его имя, но и отзыв автора о нем, как о Иш-Гебор-Хаэль, мужу великом доблестном, боевом. Это достаточно многозначный термин, обозначающий и доблесть, в смысле воинском, и параллельно смекалку «Деловые качества для ведения бизнеса». То есть пророк Самуил, если бы мы согласны с мнением древних о том, что он является автором книги, описывает Ваоза в одном предложении как одного из лучших мужчин города, подчеркивая это как через его имя, так и через сопутствующее определение. И сказал Руфмоя Витянка Наимине, «Пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение». Она сказала ей, «Пойди, дочь моя». Предыдущая глава закончилась ремаркой, что женщины пришли в Вифлеем во время жатвы Ячмия. Это было верное и вполне продуманное решение. Хотя у Эли-Мелеха и остался, как мы увидим позже, земельный надел, однако возделывать его престарелые Наимин с невесткой не могли, а нанимать кого-либо они просто не имели средств, о чем в том числе и говорит Наимин, когда упоминает о своей пустоте, как об отсутствии мужчин в семье, так и о бедственном финансовом положении. Так вот, для бедняков время сбора урожая было временем благословенным. Господь говорит во Второзаконии, «Когда будешь жать на поле твое, и забудешь сноб на поле, то не возвращайся взять его, пусть он останется пришельцу, нищему, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих». А в книге Левит уточняется, что даже не сноб, а край поля и упавшие колосья также нужно оставить. «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай. Виноградника твоего не обирай дочества, и падавших ягод в винограднике не подбирай. Оставь это бедному и пришельцу. Я Господь, Бог ваш». Наиминь и Руфь приходят нищими с Малавских полей, в то время, когда есть хоть какая-то возможность собрать себе пропитание, так как сначала идет большой период жатвы ячменя, а за ним последует жатва пшеницы. Замечу, что их ситуация вписывается сразу в два определения из Второзакония. Наиминь вдова, а Руфь пришелец и наплеменница. При этом Наиминь не идет с Руфью на поле, видимо, уже в силу возраста, на что указывает святитель Амбросий Медиаланский. Понятно, что во всяком времени и во всяком народе есть те, кто соблюдают заповеди и обычаи, и те, кому до них нет никакого дела. Поэтому, хотя заповедь об остатках поля для бедных есть заповедь от самого Бога, однако Руфь понимает, что ей могут запросто отказать и выгнать с чужого поля, потому и добавляет, по следам того, у кого найду благоволение. Она пошла и пришла и подбирала в поле колоссий позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Ваозу, который из племени Элемелиха. И вот Ваоз пришел из Вифлеема и сказал жнецам, Господь с вами. Они сказали ему, да благословит тебя Господь. Интересная деталь. Будучи господином и старшим, Ваоз здоровается с жнецами первым, что указывает на его добросердичие и благочестие. Есть, однако, и устойчивое еврейское предание, указывающее, что у Ваоза незадолго до описываемых событий умерла жена, и он находился в трауре. Поэтому, согласно обычаю, в первый месяц траура никто не здоровался с ним первым, а лишь отвечал на его приветствие. Сложно сказать об этом что-то определенное. Так как слово Писание молчит о брачном статусе Ваоза. Но зная, что социальная зрелость не наступала в Израиле до вступления в брак, и что на весь Ветхий Завет мы находим лишь несколько праведников, выбравших сознательно одинокую жизнь, а для абсолютного же большинства брак был естественной законной нормой, то поэтому то, что в книге мы встречаем взрослого, а возможно и престарелого Ваоза свободным, с огромной вероятностью это указывает именно на его статус вдовца. И сказал Ваоз слуге своему, приставленному к жнецам, чья это молодая женщина. Слуга, приставленный к жнецам, отвечал и сказал, это молодая женщина-моавитянка, пришедшая с Наименью с полей Моавицки. Она сказала, буду я подбирать, и собирать между снопами позади жнецов. И пришла и находится здесь с самого утра до селя. Мало бывает она дома. Безусловно, Ваоз заметил чужого человека на поле, о чем и спросил начальника над работой. Здесь мы видим, что действительно, как и было сказано в первой главе, весь город всполошился, когда вернулась на Ими, потому что и слуга, да, собственно, знает, что это не просто абстрактная чужеземка, а та самая вдовая невестка Наиме. При этом слышна и лестная характеристика. Он обращает внимание на трудолюбие Руфи. И сказал Ваоз Руфи, послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои. Обратил внимание не только Наимень, но и Ваоз называет Руфь дочерью, хотя в разговоре со своим слугой он говорит о ней вполне отстраненно, как о девице или служанке. Данную многозначность предполагает использованная здесь существительная Наара. Не только в обращении дочь моя, но и в предложенных защите и помощи проявляет Ваоз свое благоволение к Руфи. Причину столь доброго отношения к незнакомой ему чужеземке Ваоз раскроет в следующих стихах. В иудейских комментариях история Руфи и Ваоза часто рассматривается как образ истории взаимоотношений Бога и его народа. Бог владелец всей земли и землеобетованной в том числе. Он призывает Израиля на свое поле, чтобы потом укрыть его под покровом своим, дать ему пристанище, покой и безопасность. Не подбирай на другом поле, то есть да не будет у тебя иных богов перед лицом моим. Не переходя отсюда, то есть в этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрат. Это, конечно, не отменяет значение истории Руфи и Ваоза, но дает ей новое смысловое поле, выводит ее на уровень символа, указывающего на нечто большее. Она пала на лицо свое и поклонилась до земли и сказала ему, «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хоть я и чужеземка?» Ваоз отвечал и сказал ей, «Мне сказано все, что ты сделала для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать, и твою родину, и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». На чужеземности Руфи книга делает упор многократно. В четырех главах семь раз напоминается читателю, что она моавитянка. Однако для доброго сердца Ваоза важно не ее происхождение, а та милость, которую оказала эта женщина своей чужеземной свекрови. Важно, что в первой главе Руфь призывает Бога в свидетели и воздаятели, если она оставит свою свекровь. Здесь же Ваоз именем Бога благословляет Руфи и призывает на нее воздаяние Божие за ее верность, призывает на нее награду от Господа. В благословении Ваоза есть даже некая параллель со словами, сказанными Богом Аврааму, отцу народа Израиля и отцу всех верующих. «Выйди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе». Так говорит Аврааму Бог. Здесь Ваоз как бы указывает, что Руфь прошла путем Авраама, также оставила свою землю, родину, дом отца и матери, и пришла в землю чужую. Авраам шел по призыву Бога, Руфь идет по призыву любящего сердца, «Но как Авраама благословляет Бог великим даром, я произведу от тебя великий народ, благословлю тебя, возвеличу имя твое». Так Иваоз говорит о полной награде и успокоении Руфи под крылами Бога. И дальнейшая история покажет, что царь Давид и надежда Израиля, Мессия, Христос, многократно желавшие укрыть Израиль под своими крылами, посылая пророков и апостолов, что они произойдут от этой скромной женщины. Она сказала, «Да буду я в милости перед очами твоими, господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоими, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». И сказал ей Ваоз, «Время обеда. Приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус». И села она возле жнецов. Он подал ей хлеба, она ела, наелась и еще осталась. Руфь принимает благословение и является еще раз одной из своих самых важных качеств – скромности. Она понимает, что ничем не заслужила милость этого знатного господина, о связи которого с семьей своей, свекрови она пока даже и не знает. По всей видимости, здесь может идти речь не принципиально, например, о винном уксусе, а скорее даже о чем-то скважинном, так как хамец, это и в том числе даже любой хлеб, приготовленный на закваске. Преподание хлеба главой дома, господином или учителем – это однозначный знак расположения, особенного вынимания к данному ученику или гостю. Такой знак, например, мы видим в Евангелии, когда Христос пытается выразумить Иуду во время тайной вечери и протягивает ему кусок хлеба, подчеркивая свое благоволение. Но тот не откликается на призыв и уходит во тьму предательства. Здесь же нет ни одного мрачного пятна. Вауз благоволит Руфи, и она благодарна ему за такое покровительство. О сердечной широте Вауза блаженный Феодорит Кирский скажет, Вауз не только уделял ей пищу, но и сам потрудился услуживать ей, не другому велев подавать ей, но сам, изготовив тесто и хлеба, подносил ей в великом изобилии. Удивительно, как перекликается обозначение насыщения здесь и в много более поздних евангельских текстов. Мы помним, что когда от благословляющей десницы Христа, преломившей хлеб и пару рыб, вкушают тысячи людей, то ели все, как говорит евангелист, и насытились, и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов пол. Так щедрая рука обычного человека соотносится с рукой всесчедрого Бога. Мы не можем насытиться от нашего стола тысячи, но можем насытить хотя бы еще одного, и это будет великим благословением, и ему, и нам, умножением мира, и явлением в нем царства Божия, в котором хлеб насущный подается и всей день, и вовеки. И встала, чтобы подбирать. Ваус дал приказ слугам своим, сказав, пусть подбирает она и между снопами, и не обижайте ее, да и от снопов откидывайте ей, и оставляйте, пусть она подбирает и ест, и не броните ее. Свое благословение Ваус продолжает подкреплять делом, не только изъявив Руфи свое благоволение и призвав над нею имя Божие, но и дав соответствующие указания жнецам, значительно расширяющие возможности Руфи относительно других бедняков. Руфи не рисковала пойти к несжатому краю поля, который тоже оставался беднякам и представлял собой значительно больший интерес, так как часто этот край становился предметом пререканий и стычек между бедными. Сбор колосьев, выпавших из рук жнецов, дело тяжелое и малоприбыльное. Зная этого, Ваус и дает соответствующие указания не просто не запрещать, но и специально отбрасывать ей в помощь от уже собранных снопов. Так подбирала она на поле до вечера и вымолотила собранное, и вышла около Ефы и Чменя. Взяв это, она пошла в город, и свекровь ее увидела, что она набрала, и вынула Руфи из пазухи своей и дала ей то, что оставила, налившись сама. Ефа и Чменя это серьезный объем, точно, однако, неизвестный. Исследователи предполагают диапазон от 36 до 52,5 литров. Безусловно, без помощи и покровительства одинокой чужеземки собрать такой объем, лишь подбирая колоски, было решительно невозможно. Трогательная забота Руфи видна и в том, что целый день работая и единожды приобщившись к трапезе, она оставляет ее остатки не для своего ужина, а для наимения. То, что именно такой тип милосердия, милость от недостатка, а не от избытка, особенно благословляет Бога, говорит Христос в Евангелиях от Марка и Луки, приводя ученикам пример бедной вдовы, которая положила в храмовую сокровищницу все свое дневное пропитание, две лепты, и сказала ей свекровью, где ты собирала сегодня и где работала, да будет благословен принявший тебя. Руфь объявил свекрови своей, у кого она работала, и сказала, человеку тому, у которого я сегодня работала, имя Воос. Важно, что в отличие от Руфи, Наимин знает о том, что у нее в городе остались родственники почившего супруга, Воос и еще некий человек. Однако она не посылает Руфь на их поля, и как мы видим, она оказывается там не по человеческому плану, а по промыслу Бога. Почему Наимин не воспользовалась этими связями, до конца непонятно. Возможно, мотивом была гордость прежде богатой, а ныне обнищавшей женщины. Но, скорее всего, ответ кроется в самопереименовании Наимине на Мару, то есть суслады на горечь. Она считала, что на ней почивает гнев Божий, и потому не спешила со своей стороны восстанавливать отношения с далекой роднёй, опасаясь, как бы гнев вседержителя не пал и на них. Объем обмолоченного чрезвычайно впечатляет Наимину. И это уже третье благословение на главу. Заметим, что здесь регулярно благословляются труд и милосердие. Трудятся жнецы, трудятся Руф, и получают благословение. Но Руф трудится из милосердного отношения к свекрови. Из этого ей помогает Ваос и наследует благословение Наимине стихом ниже. И сказала Наимине снахе своей, благословену над Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых. И сказала ей Наиме, «Человек этот близок к нам, он из наших родственников». Руф моя Витянка сказала свекрови своей, «Он даже сказал мне, будь с моими служанками, доколе не докончат они жатвы мои». И сказала Наимине снахе своей Руфе, «Хорошо, дочь моя, что ты будешь ходить со служанками его, и не будут оскорблять тебя на другом поле». Так была она со служанками Ваозовыми и подбирала колосьи, доколе не кончилась жатва ячменя и жатва пшеницы и жила у свекрови своей». И вот, только теперь две истории, история Ваоза и история Руфи, сходятся в единое целое, уже очевидное читателю, знакомящемуся с этой историей через несколько поколений, но совершенно не очевидное на тот момент для Руфи. Наиминь благословляет своего сродника, за то, что милость его явлена живым, то есть ей и Руфи, которым он помогает не умереть от голода, но и мертвым. И эта часть фразы странно звучит в ветхозаветном контексте. Неясность загробной участи человека, мысль о том, что и праведники сходят по смерти в Шаол, совершенно не предполагала никакой, ну, например, молитвенной активности в память о мертвых. Первые следы молитвы о усопших мы видим лишь в маккавейских книгах, наиболее близких по времени написания, собственно, к новозаветным событиям. Поэтому слова о том, что Баос не оставляет своей милостью мертвых, не могут быть рассмотрены нами, как, например, молитва о них или творение добрых дел в их памяти. Однако, Ветхий Завет знает одно доброе дело, которое может совершить брат покойного для своего умершего, взять его жену и восстановить род брату своему, чтобы потомство его не изгладилось, чтобы род его смог обрести в итоге благословения и благоденствия, даже в дни мессии. Возможно, в этих словах Моиминя уже звучит затаенная надежда на то, что Баос, которого она называет Гаэль, что переведено в синодальном тексте как родственник, но на самом деле имеет более конкретное значение, искупитель. Корень этого слова имеет значение выкупать, избавлять, то есть указывает на ближайшее родство, в том числе и на возможность человека претендовать на имущество покойного и более того, жениться на его вдове. Из первых упоминаний о Ваозе, кстати, этого вывода сделать нельзя, там он назван всего лишь «мода», то есть родственник, свойственник, знакомый. Поэтому здесь, так же, как в словах Наимине о мертвых, звучит скорее не констатация факта, а надежда, к притворению в жизни которой она приложит усилие в следующей главе. Последний пассаж главы «Указание на длительность периода, оказываемой Ваозом помощи, ровь ходила за жнецами и в жатву ячменя и в следующую за ней жатву пшеницы. Совокупно это период для длившейся около трех месяцев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова